Кофе свалился. Давайте нальем, пока он чуть-чуть у меня остынет. Я быстренько разберу посудомойку и соберу ее обратно. Время уже 10. Я, как обычно, ничего не успеваю. Ёлки-палки. Так 10 вон на духовке. А там вообще у меня 7 утра или 7 вечера, я не знаю. То ли у меня батарейка там села уже полгода как, то ли что происходит так. Так, давайте зачехлю свой халат. Не буду вас смущать своими шертелямбами. А тут дед мне вчера уже написал претензию, что видно через дырочки моей майки. Видно ему там что-то. Разглядывает, наверное, сидит с лупой. К телефону приблизился, а я сидит с лупой там смотрит. Что там за бельдишко? Надо узнать. И обязательно об этом же сообщил такой. Вера, меня смущает белье. Вера! Бестыжий! Нам сегодня нужно с вами столько работы сделать, что я не знаю, в какой момент начать уже паниковать. Я думаю, может быть, час уже надо паниковать. Время-то идет, а я все это, сопли жую, так сказать. Все у меня тихоньки да хахоньки. Тихоньки да хахоньки. Все мне весело. Так, зарядились? Давайте наденем вас. Не поняла. Вы что, выключены у меня, что ли? Вы что, не заряжались у меня, что ли? Заряжались. Интересно, девки пляшут. Выключил кто-то мои часы. Вот я и хожу. Не понимаю, сколько времени. Давай уже, залазь. Еле-еле. Душа в силу. Вечно тут в этих тарелках бардель. Вечно они все не по росту стоят. Вот люблю, когда у людей есть выдержка все раскладывать по росту, по своим местам. Вообще вот все как надо. Педантов люблю. Педантов люблю, но я не педант, к сожалению, к моему большому. А было бы хорошо. Это не какое-то ругательство. Вот они-то, вилки-лочки появились. Все в мойке. У меня сынок утром за антраколорисом. Представляете, он вчера лег спать голодно. Но он уснул. Он не лег спать, он уснул. Рано проснулся. Теперь после лета перестраивается организм. А он, слава богу, свой организм укладывал спать. В два ночи. В час ночи. А просыпался он, знаете, во сколько? В 12 часов дня. В 2 часа дня. В общем, кайфовал по полной катушке. Я его понимаю. Я бы сделала точно так же. Я вам больше скажу. Я тоже летом могла дрыхнуть. Ну, правда, с утра мы ходили там на огород. Но потом я могла прийти и лечь и спать вообще до обеда. Пока было не жарко. Пока роса. Пока солнце не жгло наши спины. А с утра мы хотели бурьян дергать, например, там, по картошке или еще полоть. Ну, либо вечером. Но чаще утром. Вот. О, мои помидорчики, которые я вчера застолила. Они же у меня здесь стоят. Я вижу, что они уже как будто начали подыгрывать. У них пошли эти. Пузырьки воздуха. Пузырьки воздуха. Мои красавчики. Сегодня в тикток зашла. Ну, там вот каждая, понимаете, каждая вторая. Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. Чем похвастаешься, без того и останешься. Чем похвастаешься. Такое ощущение, что люди вот прямо молятся. Сидят с утра до ночи, молятся, чтобы у кого-то случилось несчастье. Вот прямо пишут это, знаете, как мантру. Вот, они вот прямо сидят и молятся. Господи, хоть бы что-нибудь у нее случилось, чтобы она была несчастлива. Вот такое ощущение. Естественно, я эти комментарии не одобряю. Делать мне больше нечего. Пусть не додуют. Все, пойдемте чай пить. А что будет на завтрак-то? Надо еще завтрак придумать. Все, извините. Продолжение следует...